Всем привет! Сегодня 28-й тур Тинькофф Российской Премьер Лиги. Матч Урал-Спартак. Последние два матча Урал закончились победы и мы сегодня, конечно же, ждем только три очка для нашей любимой команды. На трибунах обещают 35 тысяч человек, а это значит, что будет огромный ажиотаж и огромная поддержка со стороны вас, болельщиков. Давайте мы покажем, как проходят матчи с таким количеством зрителей. Поехали! Футбольный матч – это, в первую очередь, шоу для болельщиков, а какое шоу без музыкальной группы, поэтому перед матчем со Спартаком за нами играет музыкальная группа, люди слушают, танцуют, отдыхают, получают удовольствие, чтобы потом, во время футбола, проявить всю свою поддержку в своей любимой команде. Сегодня матч Урал-Спартак. Как давно ходите на Урал, как давно болеете и почему сегодня тоже решили поддержать команду? Ну, так-то первый раз, наверное, в году 89-м еще. Ну, то есть лет 30 уже болеете? Ну, да. И приучаете младшее поколение болеть за футбольный клуб Урал? Ну, да, раз вот сходили, теперь уже ходим давно. Ну, еще победная серия, да? Какие шансы сегодня с Уралом, как думаешь? Вот ты смотришь. Я ожидаю от Урала только победу. Игра стала намного, смотреться намного лучше. Егорычева сместили на фланг, потом играет намного лучше. И, конечно, Ригмик Фауэлл – это просто машина голов. Прогноз по счету, сколько сегодня примерно будет забито? Со стороны Урала, давайте со стороны Урала. Ну, два Тагила должны забить. Ну, я так понимаю, по шарфикам сердце немножко принадлежит Спартаку, совсем чуть-чуть. Да, все равно, так как сам Сосеровская область, естественно, Урал. Ну, да, Спартак – народная команда, как это? Сегодня прям матч, вот прям по вашу душу, Урал-Спартак. Это так и есть. Сегодня на стадионе обещается 35 тысяч человек. Насколько вот со стороны футболистов комфортнее играть, когда вообще весь стадион прям гудит, ревет? Насколько вообще меняется отношение к футболу? Меняется отношение к футболу, конечно. Но когда идет матч, ты весь в игре особо не замечаешь. Если там мяч вышел, еще что-то, забил гол, то ты чувствуешь эту эйфорию. А так ты, ну не в прострации, я не знаю, как сам в себе играешь, делаешь свою работу, потому что профессионал, радуешь болельщиков. Автограф-сессия у нас Кирилла Козиченко сегодня, поэтому, друзья, приходите на матч, чтобы попасть на автограф-сессии футболистов Урала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Андрей, сегодня 35 тысяч человек на стадионе. Как атмосфера, вот, вы бежали на центр поля? Я первый раз выступаю на такую аудиторию. Ощущение реальности каждый раз вот так вот выходить, да? Вот кто настоящие звезды на поле сегодня. Надеюсь, они сегодня нас порадуют хорошей игрой. Как часто бываете на футболе? Ну, бываю. Последний раз был, с Химками играли. Расстроен, поэтому жду реванша, чтобы сегодня было все хорошо. И последний вопрос. Какие-нибудь напутственные слова нашей команде? Осталось всего три матча до конца чемпионата этого сезона. Вот что-нибудь пожелать? Ребята, поднажмите, дорогие. Мы в вас верим. Три матча, а потом отдыхать. Геленджик, Сочи, Анапа, ждут вас. Спасибо большое. КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Закончился матч Урал-Спартак. 1-3 поражения. Но по игре могу сказать, что по владению, по моментам Урал смотрелся очень достойно. Всего неделя остается до следующего матча с Рубином. 15-го числа в рамках 29-го тура Тиньгоф Российской Премьер-Лигы встретимся с Казанской командой. Ждем всех на стадионе. Мы показали, по-моему, как проходят матчи дома Урала. Поэтому приходите поддерживать. Осталось всего два матча в этом сезоне, и нам нужна ваша поддержка. Смотрите футбол, любите футбол и болейте за футбольный клуб Урал. Всем пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова